Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую шапочку. Она очень простая в выполнении, но довольно-таки симпатичная в итоге получается. Вяжется она обычной платочной вязкой и вытянутыми лицевыми вот такими петельками. На самом деле узор очень простой в выполнении, и для тех, кто владеет лицевыми и изнаночными петельками, особого труда не составит связать вот такую шапочку. Данная шапочка у меня рассчитана на девочку где-то приблизительно 7-9 лет. Но на самом деле, в принципе, шапку можно варьировать размерчик в зависимости от плотности вязания, в зависимости от толщины ниточек и спиц. Поэтому на самом деле можно связать такую шапочку, я думаю, из цвета пряжи, исходя как на девочку, так и для мальчика. Шапочка такая, я бы сказала, унисекс. Я вязала ее розовым цветом, вы можете взять, в принципе, любой. Вот. Размер данной шапочки у меня. Я, честно говоря, не подскажу вам ниточку, из которой я вязала именно. Сустав у нее полушерсть, но я использовала старые остаточки, поэтому не подскажу название. Вот. Но знаю, что у меня данная шапочка из расчета петелечек получилась высоту. У меня 24 сантиметра. То есть она еще немного даже, можно так сказать, затянется высоту. 24,5 где-то так. Полуобхват шапочки 21,5 сантиметр. Но на размер я вязала обхват головы где-то 52, 54, может даже 54,5 здесь вполне подойдет. Вот. Шапочка связана с эффектом вини, то есть она немножечко назад уходит. То есть вот такая вот замечательная получилась моделька. Вот. Для тех, кто любит очень простое, но красивое, то эта шапочка как раз-таки для вас. Опять же, размер варьируется от петелек, набранных в начале. Вязала ее на пяти спицах. Ее можно связать также на двух спицах для тех, кто владеет только двумя спицами, прямыми обратными рядочками. То есть вы делаете чередование платочной вязкой и вытягивание лицевых петелек. Все вы посмотрите по ходу вязания по видео. Поэтому, конечно же, кому понравилось и интересно, присоединяйтесь. Будем вязать вместе. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла полушерстяную пряжу. К сожалению, я производителя вам не подскажу. Но знаю, что в образце у меня в 10 сантиметрах плотность моего вязания. При растянутом образце, обратите внимание, 14 петелек. Вот. Где-то приблизительно в 100 граммах 240, может, метров, может даже 200. метров в 100 граммах. Вот такая вот толщина полушерстяной пряжи. Она не очень плотного кручения такого вот, но, в принципе, эту пряжу можно заменить и обычной Ланой Голд Классик. Я думаю, что здесь разницы сильно вы не заметите. Даже получится изделие более аккуратнее, чем у меня. Потому что из-за вот такого неплотного кручения получатся не совсем ровные петельки. Вот. Теперь вязать я буду спицами номер 3,5 чулочная спица у меня. Также понадобится нам крючок для заправки кончиков, ножнички и сантиметр для измерения петелек, для измерения обхвата головы. В общем, и так далее. У меня шапочка рассчитана на размер головы 52-54 сантиметра в обхвате. И уже отталкиваясь от этого, будем исходить и вязать шапочку. Итак, для начала нам нужно набрать 72 петелечки для шапочки. От края отступаем где-то сантиметров 70, можете 80. Не жалейте ниточки, пусть у нас останется краешек подлиннее, чтобы вы видели начало и конец ряда. Теперь на спицы номер 3,5 повторюсь, я буду набирать сначала на 2, а затем распределять на каждую спицу по 18 петелек. То есть 72 на 18, это получается 4 спицы. Вот на 4 спицах мы будем распределять это общее количество петель. Для начала я набираю 2 петли на 1 спицу, для того, чтобы у нас последняя петелечка не была растянутая. И теперь приставляю вторую и набираю оставшиеся 70 петелек. И нам нужно набрать для замыкания в круг 1 лишнюю петлю. То есть всего нужно набрать 72 плюс 1 лишняя, 73 петли. 3 я набрала и продолжаю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 67, 68, 69, 70, 71, 72 и 73. Сейчас у нас, смотрите, на одной спице набраны все петельки, а на второй, вот, минус 2 первые набранные петли. Вот мы берем ту спицу, где у нас набраны начальные петельки и начинаем потихонечку, потихонечку ее вытаскивать. При этом на ней нам нужно оставить четвертую часть петелек. Хотите, можете сразу распределять по 18 петелек и на 1 и 19. Хотите, просто можете непроизводное количество взять петелек, оставить на ней. Затем берем вторую спицу. Спускаем с основной спицы одну третью часть из четырех. И четвертую спицу берем, оставляем на ней вторую из четырех частей. Вот так вот петелек наших. Вот приблизительно так на глаз я пока поделила количество петель. И теперь смотрите, коротеньким краешком нам нужно положить наверх, а длинная рабочая ниточка у нас вот так снизу. Что мы делаем? Смотрите, в правой руке у меня последние набранные петельки, в левой руке у меня первые набранные петельки. Смотрите, что я буду делать. Я подтягиваю полностью спицу с правой и с левой руки, вот так вот, чтобы мне было удобно как бы ниточку, точнее как петелечку спускать одну на вторую спицу. Смотрите, с правой спускаем на левую спицу последнюю набранную петельку, а затем на эту последнюю набранную делаем вот так вот, как бы одеваем на последнюю первую и возвращаем обратно на правую спицу. То есть, как бы мы сейчас одели сначала последнюю набранную на первую, первую мы спустили на последнюю набранную и обратно вернули ее на правую спицу. Сейчас берем короткий краешек ниточки, тянем на себя, а длинный от себя, то есть немножечко призатягиваем вот эту последнюю петельку. Вот такими движениями. Мы замкнули наше вязание в круг. И сейчас посмотрите, у нас получается все красивенько, ровненько, не перекрученные петли. На это тоже обратите внимание. И мы начинаем вязать первый ряд. Первый ряд мы с вами будем вязать изнаночными петельками. Полностью все петли провязываем изнаночными. Вообще, на самом деле, шапочка состоит из чередования изнаночных и лицевых рядочков. То есть, сначала мы провяжем изнаночный ряд, затем лицевой, изнаночный, лицевой. И так вся шапочка. Но, немножечко будет, так сказать, меняться рисуночек из-за небольших хитростей, которые я вам буду показывать в процессе вязания. Мы берем, подтягиваем спицу в левой руке. Вот она у нас первая спица. Вот этот краешек у нас будет, отметочка, начало-конец ряда, хвостик. И начинаем вязать изнаночные петли. Берем рабочую ниточку, кладем вперед спицы. И вот такими движениями я буду делать изнаночную петлю. То есть, с верхней стороны ввожу в петлю, захватывая рабочую ниточку и вывожу петельку на правую спицу. Снова показываю. Ввожу сверху вниз в петлю, захватывая рабочую ниточку и вывожу уже петельку. Вот такими изнаночными петелечками я буду провязывать весь первый ряд. Ряд это у нас первая спица, которую мы сейчас провязываем. Затем вторая, третья и четвертая. Это у нас весь ряд. То есть, 4 спицы по кругу у нас это весь ряд. И вот такими я буду делать петельками до конца ряда. То есть, просто изнаночными петлями весь первый ряд. Первую спицу я провязала. Хотите, можете сразу поделить. Вот в начале первого ряда поделить, распределить по 18 петель на каждой спице. Итак, я провязала 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. У меня 19 петелька лишняя. Я ее беру, приспускаю и одеваю уже на новую спицу. Затем начинаю отсчитывать. Первая у меня уже есть на спице. Затем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая. Снова у меня одна лишняя. Я ее переодеваю на следующую спицу. То есть я ее буду провязывать. Либо можно было ее провязать и просто переодеть на новую спицу. В общем, как вам удобно. Мы хотите, распределим в первом ряду по 18 петелек. Если вы снимали и распределяли в самом начале при замыкании круга по 18 петелек, то это супер. В общем, провязываем весь первый ряд изнаночными петлями. Второй ряд. Все петельки у нас лицевые. Я ввожу спицу сверху вниз и вот так вот за заднюю захватываю рабочую ниточку, стеночку. И вывожу. Вот она у меня петелечка на правой спице лицевая. Снова захватываю рабочую ниточку и вывожу вот у меня лицевая. Я буду провязывать вот таким вот обычным способом лицевые. Если уточниться, то за заднюю стеночку. Вы, в общем, как вяжете, так и вяжите. Потому что я смотрю, что люди путаются. Что значит задняя и передняя стеночка? Передняя вот она, которая первая от меня. Задняя, вторая от меня. Вот за заднюю стеночку я вяжу. И полностью этот ряд снова до нашего вот этого вот хвостика при наборе петелек замыкания в круг. Я буду вязать первую спицу всеми лицевыми петельками, вторую спицу, третью и четвертую. Просто вот такими обычными лицевыми петельками до конца ряда. Третий ряд как первый. Все петельки изнаночные. Снова ниточка перед работой. И провязываем все петельки полностью изнаночные. Сверху вниз сводим, захватываем рабочую ниточку и на правую спицу. То есть все полностью повторяем, как и в первом ряду. Все петельки до конца ряда, до нашего хвостика наборочного. Четыре спицы провязываем изнаночными петельками. Четвертый ряд вяжем как второй. Все петельки полностью лицевые. Итак, провязываем первую спицу лицевыми петельками, вторую, третью и четвертую до нашего хвостика. Пятый ряд как первый и третий. Все петельки будем вязать изнаночными. Просто первую, вторую, третью и четвертую спицу до вот этого наборочного хвостика. Провяжем все петельки изнаночные. То есть идет чередование, как я вам уже говорила, лицевых и изнаночных петелек в рядочках. То есть целый ряд лицевых петель, целый ряд изнаночных петель. Лицевых ряд и изнаночных. Вот оно. Я вас не обманула. Идет вот такое чередование. Провязали мы пять рядочков чередования изнаночного и лицевого ряда. Последний у нас пятый ряд провязан изнаночными петлями. Шестой ряд мы будем вязать лицевыми петельками. Но немножечко поменяем тактику рисунка. То есть смотрите. Мы сейчас провязываем первую лицевую, а затем делаем накид. Просто вот так вот захватываете ниточку, делаете накид. Снова следующую провязываете лицевую, накид. Лицевая, накид. То есть не просто провязываете все лицевые, а делаете между лицевыми просто накид. То есть накидываете рабочую ниточку, не провязывая никаких петелек, ничего не делаем. Увеличиваем как бы петельки с помощью накида в два раза. Вот так вот чередуем. Лицевые, накид. Лицевая, накид. Вот провязали последнюю лицевую, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Я вам сейчас покажу, как переход сделать на следующую спицу. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая. Смотрите последняя. И обязательно накид. Подтянули. У нас уже накид остался на предыдущей спице. Значит начинаем мы следующую спицу с лицевой. И снова накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И так до конца ряда, до вот этой ниточки. Шестой ряд нам нужно закончить просто лицевой, без накида в конце спицы. Если каждая спица у нас заканчивается накидом, то четвертую просто провяжем лицевой. Теперь смотрите, у нас сейчас получается шестой ряд, по чередованию это лицевой ряд. Значит сейчас седьмой у нас изнаночный. Спускаем рабочую ниточку вперед работы, вперед рабочей спицы нашей. И провязываем, вот у нас лицевая петелька первая, мы провязываем ее изнаночной. Далее идет у нас накид. Мы его просто спускаем, не провязываем. Снова идет лицевая, мы провязываем ее изнаночной. Накид спускаем, не провязываем. Лицевую провязываем изнаночной, накид спускаем, не провязанной. И благодаря тому, что мы накид спускаем, видите у нас лицевая петелька, провязанная изнаночной в нынешнем седьмом ряду, она вытягивается. То есть смотрите, получается как бы между нашими изнаночными рядочками вытянутая красивая лицевая крупная петля. Снова идет у нас лицевая, мы провязываем ее изнаночной, накид спускаем, не провязывая. Лицевая провязываем изнаночной, накид спускаем. Лицевая провязываем изнаночной, накид спускаем. Лицевую провязываем изнаночной, накид спускаем, не провязанной. Посмотрите, какие вытянутые, красивые, ровные лицевые петельки у нас получаются между рядами. Снова лицевая петля, мы провязываем ее изнаночной. Петлю спускаем накид, лицевая провязываем изнаночной. Следующую петлю накид спускаем, не провязанная. Лицевая провязываем изнаночной, лицевая провязываем изнаночной, лицевая провязываем изнаночной. Накид спускаем, накид спускаем. То есть я несколько раз повторюсь для того, чтобы вы запомнили, что накиды не провязываем, потому что у вас увеличится вдвое количество петель. Итак, вот лицевую провязываем мы изнаночной в изнаночном ряду, накид спускаем. Вот лицевая последняя изнаночной, накид спустили. Посмотрите, что у нас получается. У нас получаются вот такие крупные затянутые вытянутые петельки. И получаются вот такие красивые рисунки между изнаночным рядом нижним и верхним. Снова переходим на следующую спицу. Первая у нас лицевая. Лицевую провязываем изнаночной, накид спускаем. 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 Я думаю, что здесь вам все понятно, поэтому продолжаем накиды спускать, лицевые провязывать изнаночными петлями в седьмом ряду. То есть так вяжем до конца ряда, все 4 полностью спицы. Лицевую провязываем изнаночной, накид спускаем непровязанной. Довязали седьмой ряд, последняя петелька у нас, как и все предыдущие, изнаночная. Все, смотрите, у нас получился вот такой замечательный седьмой ряд с вытянутыми красивыми ровными лицевыми петлями. Для тех, кто вяжет такой ряд первый раз, я просто рекомендую, пересчитайте на каждой из спиц, у вас должно быть, как и прежде, по 18 петелек. То есть по кругу у вас должно быть такое количество петель, которое вы набирали изначально для провязывания шапочки. То есть, смотрите, у вас петелечки не должны увеличиться и уменьшиться в количестве. И вот снова мы с вами начинаем вязать все сначала. Мы начинали первый ряд провязывать изнаночными петлями, вот мы провязываем первый ряд изнаночными. После лицевого ряда, вот он у нас ряд изнаночный. Теперь мы провяжем петельки, как второй ряд, лицевые. То есть мы как бы повторяем сейчас, после вот этих вытянутых петелек, вот он наш изнаночный ряд, как первый изнаночный. Поэтому мы начинаем провязывать все сначала со второго ряда уже. Итак, полностью весь ряд лицевыми петельками. Полностью весь ряд. Чередование лицевых и изнаночных рядов не забываем. То есть мы сейчас провяжем с вами восьмой ряд. Он у нас вяжется, как второй ряд от начала вязания лицевыми петельками. И продолжаем вязать лицевыми петельками все четыре спицы по кругу. Первую спицу, затем вторую, третью и четвертую. Девятый ряд, как третий провязанный ряд. То есть снова вяжем чередование лицевого ряда провязанного восьмого. Теперь девятый, значит изнаночный ряд. Вам сейчас кажется немного растянутые такие вот разболтанные петельки. Но абсолютно ничего страшного. Для этого и существуют вот эти промежуточные ряды чередования лицевых и изнаночных просто. То есть если будут сплошные вытянутые петельки, то будет такое очень свободное вязание. Благодаря тому, что вот эти промежуточные есть, платочная вязка ряды, вот, то вязание возвращается на круги своя плотность. И если вам кажется здесь немного вот такие привытянутые, разболтанные первый ряд после вытянутых петель, изнаночные петли, то все станет на свои места, поверьте мне. Ничего абсолютно страшного нет. Поэтому как мы чередовали лицевые петли ряд, изнаночные лицевые и изнаночные, так у нас до сих пор и идет чередование лицевых и изнаночных. Просто мы через вот такие вот промежутки платочной вязки будем делать ряд вытянутых вот таких петелек. То есть каждый седьмой ряд узора рапорта в высоту будет вот такими вытянутыми петельками провязываться. И благодаря этим вытянутым петелькам и у нас и будет красивый такой вот рисуночек, узорчик на шапочке. И как бы он будет визуально идти в горизонтальную полосочку. Итак, вяжем этот девятый ряд как в третий полностью все петельки изнаночные. Десятый ряд у нас как четвертый ряд. Опять же идут лицевые петельки. Вот изнаночный ряд закончился, начинается лицевой ряд, то есть лицевые петельки. Итак, лицевыми петельками до конца этого ряда. Одиннадцатый ряд как пятый. Все петельки вяжем, чередуя после лицевого ряда изнаночные. Значит, все петельки изнаночные. Вяжем все петли в первую спицу, вторую, третью, четвертую до нашей отметочки хвостика начала ряда. Двенадцатый ряд как шестой. У нас будет чередование лицевой петельки, накид, лицевая, накид. Итак, провязываем первую лицевой, далее накид, вторую лицевой, далее накид, третью лицевой, накид, четвертую лицевой, накид. И последующая, каждый провязанный шестой ряд будет чередование лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Каждый шестой ряд, то есть шестой, двенадцатый, восемнадцатый, двадцать четвертый, тридцатый, то есть каждый шестой ряд будет у нас с накидами. Можете это запомнить, я думаю, что это очень легко. Прибавляете просто шесть рядочков, а первый, второй, третий, четвертый и пятый у нас идет чередование. Вот он, изнаночный, после шестого ряда, то есть первый, как седьмой, вытянутые петельки, провязываем изнаночный, далее лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, снова вытягиваем петельки накидами. Итак, провязываем шестой ряд, лицевая, накид, лицевая, накид, до конца ряда. Не забываем, что в ряде с накидами, в ряду, у нас каждая спица заканчивается накидом, кроме последней. Последняя спица у нас должна заканчиваться всегда лицевой петелькой. И теперь мы продолжаем вязать тринадцатый ряд, как седьмой. Мы провяжем чередование, уже получается изнаночный ряд, а значит провязываем лицевые изнаночными петлями, накид спускаем. Лицевые изнаночными петлями, накид спускаем, лицевые изнаночными петлями, накид спускаем. Лицевая провязываем изнаночной, накид спускаем, лицевая провязываем изнаночной, накид спускаем. Лицевая провязываем изнаночной, накид спускаем. То есть все мы это уже с вами делали, просто вспоминаем. Лицевую провязываем изнаночной, накид спускаем, лицевая изнаночной провязываем, накид спускаем. Благодаря спускам накида у нас снова ряд вытянутых лицевых петель. И как бы по факту седьмой ряд это как первый. То есть он заменяет нам вот этот первый начальный ряд вязания шапочки. Значит уже у нас сейчас после этого ряда будет вязание как второй ряд. То есть лицевой. Затем снова изнаночный лицевой, изнаночный. Лицевой у нас пойдет с накидами. И изнаночный ряд как седьмой, как первый у нас будет вот такой ряд. То есть лицевые провязываем изнаночными петлями, а накиды спускаем не провязывая. Лицевая изнаночными петлями, накиды спускаем не провязывая. И провязав этот ряд рекомендую хотя бы так сделать раза 2-3 пока вы не приловчитесь и не привыкнете пересчитывать количество петель после спуска накидов. То есть у вас должно быть такое же количество петель, как и изначально набранное. У меня это 72, если вы вяжете со мной 72 по 18 на каждой спице. И если вы набирали свое количество петель, то соответственно проверяйте свое количество, чтобы после провязывания этого ряда было такое же, как и изначально. Итак, лицевые мы провязываем изнаночными, накиды спускаем. Лицевые провязываем изнаночными петлями, накиды спускаем до конца этого ряда. Закончили изнаночной петелькой. И теперь 14 ряд вяжем как 8, как 2, просто лицевыми петельками. Затем 15 ряд мы вяжем как 9, как 3 изнаночными. То есть смотрите, сейчас очень закономерность, я думаю, легко понять. Мы провязали с вами полных 2 рапорта узора. И как вы видите, между вытянутыми петельками рядами 3 ряда изнаночных. То есть чередование изнаночный лицевой, ряд изнаночный лицевой и изнаночный. Затем у нас ряд с накидами лицевой и ряд изнаночный, закрепление лицевых вытянутых петельок и спускание накидов. Здесь, я уже думаю, все будет вам понятно. Вы делаете чередование 5 рядов изнаночный лицевой, изнаночный лицевой и изнаночный. После чего делаете ряд с накидами. И снова повторяете, вот этот первый изнаночный ряд, он у вас будет вот здесь уже. То есть спускание накидов и провязывание изнаночного ряда. Затем за ним идет, вот после вытянутых петель, провязали изнаночный, вот он здесь и здесь. Теперь идет лицевой, изнаночный лицевой, изнаночный, провязываете здесь. И ряд с накидами. Вот таких вот рядочков или рапорта вам нужно провязать высоту желанную, то есть какую вам нравится высоту. Вы уже смотрите сами. Либо вы делаете 8 рапортов в высоту, то есть вот рапорт 3 ряда изнаночных и вытянутые петли раппорт. Вот первый, вот второй. После ряда изнаночных, трех рядочков и вытянутые петли. Вот он, 2 рапорта у нас. То есть либо вы вяжете в высоту 8 таких рапортов, хотите 9 таких рапортов, 10 рапортов. То есть вы уже смотрите на длину, которую хотите вы сами. Такая шапочка может длиной быть как 26 сантиметров, так 27, 28. В общем, на принципе, на любой вкус. Единственное, что вам нужно будет не довязать до завершения макушки, где-то сантиметра 2-3. То есть вы хотите, к примеру, 27 сантиметров в высоту шапочки, значит вам нужно 24 сантиметра провязать в высоту рапортов. Причем нам нужно будет закончить в том ряду, в котором мы сейчас с вами вязали. То есть вы провяжете последний ряд лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид и так далее. То есть лицевая, накид, вам нужно закончить вот таким вот рядом высоту шапочки. Для того, чтобы потом перейти на убавление для макушки. И вам было все удобно и понятно. В общем, сейчас нам нужно провязать такое количество рапортов вверх, чтобы была нужная длина, подходящая для вашей шапочки. Я провязала высоту 10 рапортов узора, мы с вами провязали 2 и я довязала еще 8 рапортов вверх. Я буду делать не высокую шапочку, не глубокую слишком, чтобы она назад свисала, а такую меру. Вот, поэтому сейчас, смотрите, мы с вами закончили вязать на вытянутых петлях. И я вам рекомендую именно спустить накиды и вытянуть петли, чтобы вам сейчас было проще начать делать убавления. Убавления я хотела сделать такие резкие, но, честно говоря, в последний момент передумала, поэтому убавление у нас будет занимать где-то сантиметра 4 вместо 2. То есть 2 сантиметра я решила, что это слишком мало и получится такое грубое убавление. Поэтому, если вы рассчитывали на шапочку 20, допустим, 6 сантиметров, то, соответственно, вам нужно 22 и 4 сантиметра оставить на убавление макушки. Это так, для тех, кто, скажем так, уже связал высоту, уточнение небольшое. В общем, макушка где-то займет у нас сантиметра 4, не меньше. Можно, конечно, сделать резкое какое-то убавление, но я решила именно вот такое постепенное. Итак, смотрите, я спустила петельки и у меня получается по 18 петелек на каждой спице, то есть по 18 вытянутых петелек. И сейчас мы будем вязать, получается, ряд изнаночный, то есть изнаночными петлями. Для этого мы берем, провязываем 2 первые петельки вместе изнаночной, то есть, как вы видите, мы начали делать сокращение. Затем мы с вами провяжем 7 петелек изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем снова 8 и 9 мы провяжем 2 вместе 1 изнаночной. Снова вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8 и 9 переходим на следующую спицу. Провяжем вместе 1 изнаночной. Опять 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8 и 9 идут вместе изнаночной. Когда вы вытянете спицу, точнее, когда вы вытянете петельки, у вас может такое, что спускаться спица. Будьте осторожны. Обязательно пересчитайте после того, как нанизаете обратно, если вдруг вот так спустилось. Вот, это так, небольшое уточнение. И продолжаем дальше вязать 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова 8 и 9 вместе вяжем изнаночной. Итак, чередуем 7 изнаночных, 8 и 9 вместе провязываем изнаночной до конца ряда. Довязали первый ряд убавления и у нас как раз ряд закончился 7 изнаночными петельками. 8 и 9 это совпадение с 1 и 2 петелькой в ряду. Поэтому у нас замкнулся круг, все хорошо. Теперь ряд чередования уже лицевыми петельками. Лицевые петельки мы просто провяжем все по кругу. То есть мы с вами сделали сокращение в изнаночном ряду. Лицевой ряд мы с вами лицевыми петельками вяжем просто по кругу, ничего не меняя. Все у нас идет просто по рисунку лицевыми сплошными петельками. То есть свяжите первую, вторую, третью, четвертую спицу просто лицевыми петельками, как обычно по узору чередования изнаночного лицевого ряда. Третий ряд макушки у нас идет изнаночный ряд, то есть чередование изнаночными петельками. Поэтому мы снова будем делать убавления. Убавления мы сделаем сразу, провязываем первую, вторую петельку изнаночной петлей одной. Затем вяжем 6 изнаночных петель подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А седьмую и восьмую вяжем вместе одной изнаночной. Теперь снова 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмая и восьмая провяжем вместе одной изнаночной. Опять провяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А седьмая и восьмая вместе одной изнаночной. Итак, чередуем до конца ряда. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А седьмая и восьмая вяжем вместе одной изнаночной. То есть снова делаем сокращение. Закончился ряд 6 изнаночными. Значит, вы сделали все правильно и сократили тоже правильно. Четвертый ряд макушки мы провяжем. Чередование уже получается лицевого ряда. Значит, все петельки вяжем лицевые без каких-либо изменений и убавлений. Просто вяжем как и второй, так и четвертый, так и шестой. Просто вот такими лицевыми петельками. То есть мы делаем ряд убавления, ряд просто провязывания без изменений. Ряд убавления, ряд просто провязывания без изменений. Вот так вот будем чередовать делать убавления. То есть довяжем четвертый ряд просто лицевыми петельками. Пятый ряд макушки снова ряд убавлений. И это по чередованию изнаночный ряд. Провяжем две вместе первую и вторую петельку изнаночной петлей. Затем вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И шестая и седьмая провязываем вместе одной изнаночной. Снова 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И шестая и седьмая вяжем вместе одной изнаночной. Чтобы вам легче было запомнить, смотрите. Первый ряд убавления. Мы с вами вязали убавления, чередуя 2 вместе изнаночной, затем 7 изнаночных, 2 вместе изнаночной, 7 изнаночных. То есть 7 изнаночных, 8, 9 петля вместе одной изнаночной. Затем мы провязали второй ряд убавления просто лицевые, затем в изнаночном ряду в третьем. Мы с вами провязывали уже 6 изнаночных убавления делали. Через каждую 6 изнаночных провязывали седьмую и восьмую петельку вместе изнаночной. Затем четвертый ряд просто лицевые. Пятый ряд у нас ряд с убавлениями, чередуя 5 изнаночных уже. То есть на 1 изнаночную в каждом ряду убавления мы уменьшаем между убавлениями, вяжем меньше на 1 петлю. 5 изнаночных, 6, 7 вместе изнаночные. И снова отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вместе. То есть между убавлениями мы убираем в каждом изнаночном ряду по 1 петельке. Вот оно у меня, одно убавление. И второе убавление между ними мы убираем в каждом изнаночном ряду убавлений по 1 петельке. А каждый лицевой ряд мы просто провязываем без изменений, как обычно. То есть убавления мы делаем только в изнаночном ряду. Но это так, чтобы вам просто было легче понять и запомнить. Итак, 1, 2 изнаночная, 3, 4, 5, 6, 7 провяжем вместе 1 изнаночной петлей. И так дальше. Чередуем 5 изнаночных, 6, 7 вместе, 5 изнаночных, 6, 7 вместе. 3, 4, 5 и 6, 7 вместе. И так до конца ряда. Ряд закончился 5 изнаночными петлями, 6, 7 совпало с 1 и 2. То есть вот здесь у нас получается 6, 7 или 1 и 2 по ряду. Все, вы связали все правильно, если у вас все совпало, как у меня. И теперь смотрите, у нас сейчас получается по счету 6 ряд. То есть 1, 3, 5 у нас изнаночные ряды с убавлениями. Шестой ряд это ряд чередования лицевых петель. Но смотрите, так как мы уже провязали 3 изнаночные, значит ряд лицевых вытянутых петель. Теперь вяжем так. Лицевая, накид, лицевая, накид. И вспоминаем, как мы вытягиваем ряд петельки. Лицевая, накид, лицевая, накид. И так до конца ряда чередуем лицевая, накид. Для того, чтобы вытянуть нам было петельки. Как и с остальными случаями, накидами мы не делаем в конце. То есть мы вот эти ряды с вытянутыми петельками никогда не оставляем в конце накид. Вот и в этом случае мы его не оставляем. И опять же рекомендую, как и в начале, для макушки мы с вами спустили петельки на спицу накиды. То есть смотрите, я петельку снимаю, накид спускаю. Петельку снимаю, накид спускаю. Петельку снимаю, накид спускаю. То есть я сейчас не провязывая, просто поснимаю вот эти вот петельки, а накиды поспускаю. Для чего я это делаю? Опять же, для того, чтобы, как и в первом ряду макушки, нам было очень удобно делать убавления. Вот они у меня, получается, на спицы снятые петельки. Вот. И накидов уже нету. То есть, просто отдельные петельки. Вот они у меня. Все я накиды спускаю, петли переодеваю на правую спицу. Но, опять же, смотрите за тем, чтобы у вас петли не попадали со спицы или спица, в общем, не выпала. Вот. Следите за этим, чтобы вам было, в общем, просто потом вязать. И так вот дальше делаем. То есть, мы делаем такую же процедуру, как и изначально с макушкой первый ряд. Вот так вот пускаем петельки. И нам сейчас очень удобно будет делать убавления. Итак, седьмой ряд макушки. Мы продолжаем делать убавления с расчетом вот этого пятого ряда. То есть, в пятом ряду мы с вами сделали 5 изнаночных убавлений, 5 изнаночных убавлений. То сейчас, в седьмом ряду мы будем делать уже убавления 4 изнаночных. То есть, мы сразу делаем в начале ряда убавления 2 вместе изнаночной, первую, вторую. Затем 4 уже изнаночных между убавлениями. Убираем одну петлю, поэтому оставляем всего 4 изнаночных петли. Затем пятую, шестую провяжем 2 вместе одной изнаночной. И опять 4 изнаночных убавления. 4 изнаночных убавления. И так чередуем до конца этого ряда. Восьмой ряд макушки. Просто чередование уже получается лицевого ряда, как я вам говорила. Лицевые петельки мы с вами вяжем без изменения, без каких-либо убавлений. Просто провяжем все петли изнаночные лицевыми. И так до конца ряда, без изменения, просто лицевыми петельками. В девятом ряду мы снова между убавлениями убираем одну изнаночную петельку. Поэтому чередуем сейчас убавления в начале ряда. Делаем 2 вместе, провяжем изнаночной петлей. И затем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Снова убавления делаем 2 вместе, изнаночные провяжем. И 3 теперь изнаночных. 1, 2, 3. И так чередуем убавления, 3 изнаночные, убавления, 3 изнаночные. И снова сокращаем, как вы видите, между убавлениями по одной петелечке. А значит и убираем по 2 петельки на спице опять. 2 изнаночные провяжем вместе, 1 изнаночной. Теперь 3 изнаночные по отдельности. Каждую петелечку провяжем изнаночной петлей. И так до конца ряда. Десятый ряд чередование лицевого ряда. А значит вяжем просто все петельки лицевые. Первую, вторую и так далее. Все 4 спицы лицевыми петельками. В 11 ряду макушки снова забираем 1 изнаночную петлю между убавлениями. Поэтому в начале ряда мы провяжем 2 вместе изнаночной, как обычно, 1. Теперь вяжем 2 изнаночные. И третью и четвертую вяжем вместе 1 изнаночной. Снова 1, вторая изнаночная вяжем, а затем убавления. И так получается, что мы чередуем убавления и 2 изнаночные. Убавления, 2 изнаночные. И так до конца ряда. Двенадцатый ряд у нас лицевой ряд. По идее это должен быть ряд с вытянутыми петельками. Но так как здесь уже осталось совсем немножечко макушки, я вам предлагаю уже не делать вытянутые петельки ряды. Поэтому мы провяжем просто 1 ряд лицевыми петельками, как по чередованию лицевой и изнаночный ряд. То есть просто провяжите все петельки на спицах лицевыми петлями. То есть на каждой спице у нас по 6 петелек лицевых. Вот и провязываем 24 петли по кругу просто лицевыми петельками. И наконец тринадцатый ряд. Это заключительный ряд изнаночных убавлений. Что мы делаем? Мы сейчас чередуем убавления в начале ряда. Делаем 2 петельки. Первую и вторую провяжем вместе изнаночной. А затем одна изнаночная. Снова убавления. Две вместе изнаночные. И одна изнаночная. Убавления изнаночные. Убавления изнаночные. И так до конца ряда. После последнего убавления у нас получилось по кругу 16 петелек. Я вам предлагаю сделать еще ряд 1 лицевыми петельками. Это у нас получается уже заключительный ряд по вязанию шапочки. Вот так вот вяжем все петельки лицевые. И будем стягивать нашу макушку. Лицевой ряд я вам предлагаю связать для того, чтобы макушечка у нас получилась красивенькая. И более такая нежная сборочка получилась. Чтобы не сильно так топорщилась. Вот. Поэтому все петельки, все 16 петелек мы провяжем лицевыми. Как бы чередование у нас как было лицевого и изнаночного ряда, так и сейчас лицевой и изнаночный. А теперь мы делаем следующим образом. Мы берем... Смотрите, последний, как бы уже получается, ряды мы все провязали, закончили. Но последний, скажем так, ряд сборки мы делаем уже вот таким вот образом. Сейчас я, получается, довязала уже до конца ряда все 16 петелек. Вот он мой такой условный шовчик перехода рядочка. Зад, скажем так, задняя сторона шапочки. Поэтому я беру лицевую, провязываю лицевой первую. Затем возвращаю ее на левую спицу и начинаю все петельки по очереди, находящиеся от нее, вот так переодевать на первую петельку. То есть, смотрите, что я делаю. Я просто одеваю на первую провязанную петельку все последующие по порядку петли. Переодела ее на левую и начинаю снимать с левой спицы первую петельку, вторую. То есть, смотрите, я одеваю на петлю и спускаю со спицы. Третью, четвертую. Далее эту же первую снимаю и переодеваю на уже третью спицу. Левую. И точно так же продолжаю спускать по очереди все петельки на нее. Первую спустила со спицы, вторую спустила со спицы, третью спустила, четвертую спустила. А вот эту первую, с самой первой спицы переодеваю на последнюю четвертую петлю. И точно так же продолжаю спускать все петли по очереди. Первую петлю, за ней вторую петлю, за ней третью и за ней последнюю четвертую петельку. У меня на спице получилось всего лишь одна петелька. Что я теперь делаю? Смотрите, хорошо-хорошо подтягиваем сначала на спице петлю, затем рабочую ниточку. На спице петлю рабочую ниточку. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы максимально красиво и ровненько стянуть нашу макушку. Вот у меня, смотрите, дырочки никакой не осталось. Теперь я беру крючок и аккуратненько-аккуратненько переодеваю с крючка, ой, со спицы на крючок последнюю вот эту петельку. Смотрите, аккуратно, чтобы она у вас не соскочила. После того, как мы переодели ее, я переодену ее вот так вот другой стороной, еще раз делаем подтягивание сначала рабочей ниточкой, потом на крючке петелькой. Рабочей ниточкой на крючке петелькой. Все. Окончательно стянули нашу макушку. Теперь я делаю воздушную петельку, то есть захватываю крючком рабочую ниточку, подтягиваю еще раз и еще одну воздушную петлю. Теперь вытаскиваем ниточку. Вот такой остается у меня небольшой хвостик. Я его отрезаю и теперь вытягиваю рабочую ниточку. Она нам больше уже не нужна. А вот эти воздушные петельки хорошо подтягиваю к основанию петли. Все. Я затянула макушечку. Получилась у нас довольно-таки красивенькая, аккуратненькая макушка. Посмотрите. Теперь берем снова крючок в руки и вытаскиваем вот эту ниточку на макушке, которую мы сделали в стягивании, на изнаночную сторону. То есть просто вытягиваем эту ниточку на изнанку. Вот так вот. На изнаночной стороне нам нужно ее вытянуть и спрятать вот этот кончик ненужный. Вот она у меня. Я ее вытаскиваю. И прячу с изнаночной стороны вот эту ниточку. Можете вдеть ниточку в иголочку, можете просто крючком позахватывать помеж петелек. И нам осталось спрятать всего лишь вот эту петельку, ой, вот эту ниточку, хвостик между петельками, которая у нас была при наборе. Благодаря тому, что мы замкнули круг петлей лишней, посмотрите, у нас получился такой красивый, без перебоя, кружочек замкнутый. Вот смотрите, если убрать петлю, то что я ее петлю? Ниточку. Если убрать ниточку, посмотрите, замкнутый красивый круг. Единственное палево, которое получается на этой шапочке, это вот этот шовчик, который у нас сзади. Но, к сожалению, этого шва никак не избежать, так как идет переход лицевых и изнаночных петелек. То есть он, в принципе, очень мягкий, нежный. То есть никаких здесь швов на самом деле нет, он просто визуализируется. И получилась вот такая замечательная шапочка. Посмотрите, какая макушка уже без ниточек и каких-то обрезочков. Вот, посмотрите, совсем замечательно и ровненько. Благодаря лицевому ряду в конце у нас получилась макушка плавная. Если же вы закончите сразу нанизыванием изнаночных петелек, то получится чуть-чуть по-другому вид. В общем, здесь вы решаете сами, кому как нравится. Хотите, можете попробуйте и так, и так. И, в общем, что понравится, вам, конечно же, оставляете и используете в дальнейшем при вязании этой шапочки. На мой взгляд, шапочка получается довольно-таки симпатичная, очень простая в выполнении. И очень красивая, в общем, благодаря вытянутым вот этим петелькам, такие рядочки. Чередование красивое идет, как по мне, рисуночком. И, в общем, в принципе, такую шапочку можно связать любой длины. Я думаю, она будет смотреться очень хорошо. Кому было все понятно и понравилось, конечно же, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, на мой новый канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok